Самый необычный проект, который не только получил президентский грант, но и вызвал мировой интерес, кошки-крошки спешат на помощь. Ростовчанка Елена Красниченко вывела новую породу – той-боб. Самые маленькие в мире кошки позволяют играть с собой так, как хочется ребенку, и помогают лечить детей-инвалидов. Терапия той-бобов актуальна для аутистических расстройств, поражений центральной нервной системы – ДЦП. В конкретно был случай, девочка, потом я узнаю, что она с заболеванием, не могла прикоснуться ни к чему меховому. Той-боб заставил, чтобы она его погладила, и все стало на свои места. И вот это была отправная точка, что родился наш проект. Найти себя – так называется проект, разработанный в Новочеркасске Федерации батута и спортивной акробатики. Его цель – помочь трудным подросткам выбрать правильные цели в жизни через спорт. В июле прошлого года наша организация Федерация батута и акробатики города Новочеркасска выиграла социальный проект, который называется «Найти себя». Он продолжается, забегая вперед, скажу, что и по сегодняшний день к нам приходят ребята, стоящие на учете, и занимаются у нас в тренажерном зале. Помочь подготовиться к ЕГЭ детям, оставшимся без родителей, взялись идеологи проекта «Все двери открыты». И из 65 его участников, 62 стали студентами ростовских, московских и питерских вузов. Проект «Все двери открыты». Так называется, потому что нам хотелось показать, что для этих детей есть такие же равные возможности, как для тех, кто живет в полноценных семьях. А опыт организаторов полевого лагеря отдыха «Будущее России», где подростков учат выходить из экстремальных ситуаций, предложено ввести и в обычные летние лагеря. Член общественной палаты России Леонид Шафиров предложил тиражировать удачные проекты на другие регионы. За счет международного взаимодействия обеспечивает вовлечение максимально возможного количества стейкхолдеров, контрагентов, тех, кто в проект вовлечен и горит, и переживает о результатах. Общественная палата поможет продвигать полезные инициативы дончан на федеральном уровне. Марина Черных, Фатима Зурабова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.